Всем привет! С вами Любовь Соболь и программа «Что случилось?». На этой неделе я расскажу о том, как президент России в очередной раз оценивал последствия своего вечного правления на прямой линии. О том, как Лавров посмотрел ТикТок и решил написать статью про Иисуса. А также о том, как на главе МВД шапка горит. Ставьте лайк и включайте голову. Мы начинаем. Включил голову. Молодец. Издание проекта публиковал расследование, героем которого стал глава МВД Владимир Колокольцев. В расследовании говорится о недвижимости Колокольцева общей суммой более чем в 2 миллиарда рублей. А также о том, что он мог быть связан с криминальными авторитетами 90-х годов. В смысле мог? Удивились в МВД, узнав о расследовании. И развеяли все наши сомнения сразу после анонса расследования о богатстве главы МВД к журналистам-расследователям проекта пришла с обысками полиция. Не может быть? Может. А что может быть лучшим доказательством, чем то, что в ходе обысков полиция изъяла всю технику у журналистов? Но расследование все равно было опубликовано. А давление на независимые издания только придало ему больше огласки. Как жаль, что Владимир Колокольцев не знает, что такое эффект Стрейзанд. А нам в очередной раз доказали, что они руководствуются незаконными, а понятиями криминальных авторитетов 90-х годов. Подскажите, насколько это законно? Это незаконно. 30 июня состоялась ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Правила передачи просты. Россияне обращаются к Путину по вопросам разрушающейся инфраструктуры в стране. Путин выбирает тему и стоимость вопроса, а граждане получают кота в мешке. Обратите внимание, вот это основные темы, по которым мы получили обращение граждан. Можем выбрать любую, например. Транспорт, кружка пива, честное слово, и я вам спою. Рядом с президентом сидит пропагандистка Наиля Аскерзаде, которую глава ВТБ Андрей Костин одаривал миллиардами коррупционных денег, как показал в своем расследовании Навальный. У Наиля есть собственный самолет. Хороший самолет за 60 миллионов долларов. Наиля мило повторяет путинские присказки. Скучно, девочки, или нет? Может, про печенегов что-то? А вокруг, как обычно, только фальш и лицемерие. Естественная защита, ну теперь-то все понятно. И в итоге граждане 4 часа сидят и смотрят на президента, который за 21 год у власти так и не сумел наладить систему так, чтобы пенсионерам не приходилось звонить ему лично и говорить. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать, как нам дальше быть-то? Светлана, а как вас по батюшке, извиняйтесь? Да к чему тут придираться? Просто великий геополитик, который объясняет россиянам, почему российская морковь стоит дороже импортных бананов. Она спрашивает, почему бананы стоят дешевле, чем морковь? Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот его как раз и не хватило. Мыслим о финансовой политике позавидовал бы сам Адам Смит. А еще Адам Смит наверняка бы позавидовал тому, что Россия вошла в топ-5 стран мира по падению благосостояния населения. Денег на недельный отпуск нет почти у каждого третьего россиянина. А государственные СМИ РИА Новости публикуют памятку, какие продукты можно есть после истечения срока годности. Но при этом у нас есть десятки депутатов, которые за пять лет работы в Госдуме ни разу не выступили на заседаниях. А некоторые не внесли ни одного законопроекта. Однако они продолжают получать свою зарплату в полмиллиона рублей. Пользоваться депутатскими привилегиями и неприкосновенностью. Я не понимаю, что тут можно сказать. Зато Владимир Владимирович понимает. Депутаты от «Единой России» идут на это. Именно поэтому, и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И так или иначе, конечно, и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании. Именно поэтому, и в силу того, что вы были создателем «Единой России», мы естественным образом воспользуемся умным голосованием и поддержим кандидатов на выборах от него, и заставим единороссов уйти из парламента. Включи голову. Пам! Забавно, конечно, как Путину иногда приходится поддерживать что-то непопулярное, такое, как «Единая Россия», потому что в других случаях он обычно старается максимально отстраняться от непопулярного. Например, введенная в ряде регионах обязательная вакцинация. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Перекладывание ответственности на глав регионов, будто бы они скоординировали это все без вас? Да что это такое? Что это такое? Это обман избирателей, обман граждан для того, чтобы самим себя позиционировать, как защитники народа, и потом на кого-то свалить неисполнение этих решений. Ну а напоследок президент порадовал россиян точнейшими познаниями демографии России. Этой нормой смогли воспользоваться льготные ипотеки в 2,5% на свыше 500 миллионов человек. И объяснил, что преемника он означать не будет. Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Но есть нюанс. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время, и я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия. А я все-таки думаю, 500 триллионов россиян разберутся и без ваших рекомендаций, Владимир Владимирович. Где вы будете работать после отставки? А зачем после отставки работать? Буду на пичке сидеть. Потому и откладывает отставку за отставкой, чтобы как можно дольше не сидеть. Не успев стать одним из топ-5 лидеров списка «Единая Россия» на выборах и побывав даже на рекламном баннере в Нью-Йорке, Лавров все понял о загнивающем Западе и обвинил США в двойных стандартах после саммита Путина и Байдена. Он написал статью о праве, правах и правилах. И там заявил, что раз в английском языке слово «rule» – правило, а «рула» – линейка – однокоренные, значит, Запад своими правилами хочет всех выстроить в одну линейку. Да, это написал глава МИД России на полном серьезе. А еще, пишет Лавров, Америка надоела говорить нам, что нужно уважать права человека, надоело навязывать нам свои ценности, равенство и демократии. Поэтому мы, назло Западу, никого не будем ценить и уважать. Выкуси, Америка! Лавров уверен, что санкции против Москвы вводятся Западом просто потому, что Россия слишком клевая. Граждане России полностью разделяют позицию властей, а еще они умеют сами, без подсказок и за границей, оценивать действия своего руководства, поэтому оппозиционеры в России никому не нужны и представляют собой абсолютно маргинальный сегмент нашего общества. Ну и, конечно, Лавров не забыл упомянуть в своей блатной статье министра иностранных дел, что Запад ведет себя по беспределу, а не по закону, как говорили в лихие 90-е по понятиям. Дочихал я на ваши понятия. Но вы про понятия из лихих 90-х знаете не понаслышке. Экзо-мэром бандитского Петербурга вы отчитываетесь до сих пор. Ну и жаль, что вас волнует беспредел только тогда, когда Запад требует перестать убивать оппозиционеров в нашей стране. Сам факт убийства оппозиционеров, видимо, не беспредел. Как Лавров вообще может рассуждать про правила и права, если в России происходят политические репрессии и давно не соблюдаются ничьи права, а за пределами России страна вмешивается в выборы в США и ведет войну с Украиной? Это разве происходит по международным правилам? А затем, немного спонтанно, глава МИД вспомнил еще один минус Запада. У них Иисус бисексуал. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Уверенно заявил Лавров. В каких конкретно странах есть такие учебные программы? Конечно, ни в каких. Зато вот, где недавно мог подсмотреть свои идеи министр. Да, похоже, глава МИД России пишет свои статьи, опираясь на священные данные из ТикТока. Непонятно только, почему Сергей Лавров так отреагировал на бисексуальность или любовь и к мужчинам, и женщинам. Ведь его фамилия на английском звучит как Love and Grow, что буквально переводится «любовный ряд». А если перевести еще и имя? Идет атака на основу всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. Добавил министр. Какая атака? Многие западные страны, а тем более США, гораздо более верующие, чем Россия. Это миф об их бездуховности. Есть статистика. В итоге все в интернете, увидев такой глупый фейк в статье Лаврова, тотчас подняли его на смех. Но представитель МИД России Мария Захарова поспешила оправдать коллегу. Захарова объяснила, что слова российского министра основаны не на ТикТоке, а на информации из западных СМИ. Она привела в качестве примера новость, в которой рассказывалось, что шотландский профсоюз учителей подготовил постановку, в которой Иисус был показан трансгендером. Какая-то, кем-то, где-то подготовленная постановка. Серьезно? При этом ссылки на материалы, в которых утверждалось бы, что Иисуса в западных школах считают бисексуалом и учат этому детей, Захарова, конечно, не привела. Как неловко. Глава МИД выдал фейк, а Мария Захарова потом стала прикрывать этот фейк какой-то записью из интернета. Но это не учебная программа. Но Захарова права, а вы нет. Вы утверждающие, что Лавров списал статью с ТикТока и на генты. Понятно? Извиняться будете? А это была программа «Что случилось?». Подписывайтесь на мой канал, чтобы сохранить генетический код ключевых цивилизаций планеты. И ставьте 500 миллионов лайков. Ну и делитесь этим видео в социальных сетях, чтобы о нем узнало как можно больше людей.